Здравствуйте! Это проект от Арстанда. Прошла неделя, как в России объявлена частичная мобилизация. Но у самих призывников, их родственников, да и у всех граждан осталось много вопросов к ее организации. Как живут мобилизованные вне дома? Чем их кормят? Какие мысли их посещают? Мы покажем вам, как проходит мобилизация в Казани и, конечно же, пообщаемся с самими солдатами. В путь! Мы в Казань-Экспо. Один из самых крупных выставочных центров в России стал местом временного расположения мобилизованных со всего Татарстана. Пока мужчин формируют в команды, согласно их военной специальности, на время – это их дом. Матросы! Никак нет! В огромном павильоне сотни коек. Места для умывания, медпункт, магазинчик, ну и самое главное – столовые с трехразовым питанием. Еда всегда горячая. С этим порядок. На завтрак всегда обязательно яйцо, масло, хлеб. Второе блюдо – горячий напиток. На обед – это обязательно салат, суп. Второе блюдо – также горячий напиток, хлеб. И на ужин второе блюдо – хлеб, чай и горячий напиток. И всегда к чаю есть какое-то кондитерское изделие. Сейчас к местам сбора мобилизованных, безусловно, повышенное внимание. Все хотят знать, как они, хорошо ли у них дела. Проведать бойцов и пообщаться с ними приезжал президент Татарстана – Рустам Миниханов. Вы смотрите, у всех свои телефоны есть. Все все говорят. Так что все нормально. Кормят лучше, чем дома. Конечно, кормят нормально. Не, настрой такой нормальный. Ну, естественно, никто ничего не понимает, что куда. Мы обычные стрелки. Там, знаете, воюют ракеты. Что мы вообще сделаем, конечно, это уже непонятно. Приедем, узнаем, прилетим. Второй важный момент – условия проживания и распорядок. Мобилизованные живут по армейскому дню. Процедуры и прием пищи по расписанию. Пока солдаты ждут распределения, в графике остается время, так скажем, на себя. Мужчина общается, созванивается с родственниками. Этому препятствий нет. А кто-то мирно читает прессу. Налаживаются новые знакомства, собираются земляки. А есть даже те, кто пойдет служить со своими родственниками. У меня еще два брата тут призывались. Так что Гаврилина пришли. Первые, так скажем. Это не родина, это не правительство. Это родина, это вот мы с вами. Так же город и деревня, поселки, все. Мне 24 года. Я призвался так же, как и все. Попал командиром отделения. Сам когда-то служил в военно-морском флоте. Девушка очень сильно переживает, очень сильно плакала, когда я уходил. В планах жениться-то не было? В планах жениться было. И остается? И остается, конечно. Я думаю, те люди, которые живут там, куда мы должны отправиться, они очень долго ждали того, чтобы кто-нибудь защитил их. Мы сможем это сделать. В ходе общения выяснилось, что бойцы все служили в армии, имеют конкретную востребованную воинскую специальность, а часть мобилизованных имеет боевой опыт. В горячих точках. Призвался старший сержант, санинструктор комендантского батальона, сам из Арска. Я был на работе, отреагировали, как и все, с понятием, надо Родину защищать. Мысли, никто кроме нас за победы пойдет. Что говорят родственники? С понятием говорят все нормально. Ничего не переживали, не плакали? Не обязательно, конечно. Чуть-чуть было же такое. Мне сейчас 42 года, я уже в 98-м году служил. Два месяца назад, троеху, брат уехал, добровольцы. Раз Родина призвала, давай крепись, все вы нам нужны. Все за Родину, за нее и воюем, чтобы дети, чтобы жены, родственники, дочки, всем было хорошо. Повязку мне принесли домой. Через два дня я ебился в военкомат. Отец отреагировал сначала очень грустно, а мама все поняла, приняла и дала, так скажем, добро. Сказала, надо, значит, надо. Я патриот своей страны. Я служил в городе Псков. Я и родителям сказал, и родственникам, что патриотизм – это хорошо. Есть замечательная супруга, двое любимых красивых детей, сыновей. Одному 7 лет, другому 3,5 года. Это тяжело было психологически и морально. Сейчас уже более-менее устаканилось, но все равно есть какая-то такая вера даже, можно сказать, что все будет хорошо. Любите родных и близких, посылайте письма, отправляйте смс-ки, ну и не теряйте друг друга, самое главное. Переносимся в палаточный лагерь при Казанском танковом училище. Это вторая точка сбора мобилизованных в Татарстане. На территории расположены более 70 палаток вместимостью до 2,5 тысяч призывников. В более полевых условиях есть отопительные приборы, двухъярусные кровати с бельем, места для умывания и горячее питание. Да, это не домашние условия, но есть все необходимое для жизни. В ближайшее время в двух точках проживания мобилизованных поставят мобильные бани. Таков указ президента. Информация для тех, кто ждет повестку. Первым пунктом сбора для вас станет танковое училище. Здесь вам дадут одежду и экипировку, а уже после отправят к остальным солдатам. Помогут, поддержат и дадут встретиться с родственниками и принять необходимые в быту вещи, если вы их забыли. В броне, по каскам, ну, непосредственно здесь его формируют как мотострелка. А уже рамочно, если он танкист, непосредственно он в том подразделении, где будет проходить боевое слаживание, он будет уже получать ту экипировку, связанную со шлемофоном, танковый комбинезон. Сборы мобилизованных в казанских пунктах будут проводиться до 1 октября. Затем всех новобранцев отправят на учебный полигон, уже в сформированных по военно-учетной специальности группах, где они будут проходить военную подготовку. А мы с вами будем надеяться на лучшее и следить за новостями. Проект Татарстанда